Создать федеральную книжную сеть и наладить межрегиональный обмен о проблемах и достижениях. Сегодня говорили на совещании Ассоциации книгоиздателей России в Нальчике. И проехать и пройти теперь в удовольствие. В селении Псенодаха завершена реконструкция трассы республиканского значения. Не хлебом единым финансист по специальности искусствовед в душе Даниил Хаджиев о своей уникальной коллекции. Сегодня в Нальчике открылось совещание Ассоциации книгоиздателей России. Посвящено оно важнейшим вопросам развития национального книгоиздания, межэтническим культурным взаимосвязям, а также созданию единого культурного пространства посредством литературы. Участвуют в работе совещания директора ведущих региональных издательств и курирующие эту сферу представители исполнительной власти субъектов. О чем говорили, расскажет наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Москва, Удмуртия, Свердловская область, Карелия. Десять региональных издательств представляют сегодня в Нальчике свои книги. Все они будут переданы в дар республике, но уже после выездного совещания Российской Ассоциации книгоиздателей. Проводят форум столицы Кабардины Балкарии не случайно. Ряд выпущенных в КБР книг получил признание на авторитетных профессиональных конкурсах. И именно в Нальчике руководство Ассоциации решило обсудить проблему подготовки к печати книг на языках народов. Это большая проблема. К сожалению, книги эти очень мало имеют возможности хождения по стране. Это главная проблема. И вот мы хотели сегодня обсудить, что нужно сделать так, чтобы книги, издающиеся на Кавказе, могли попасть только на Дальний Восток. Что сейчас в принципе невозможно. Книги, издающиеся по всей нашей стране, могли бы быть представлены вот в этом хорошем городе Нальчик. Уже есть предложение создать в Нальчике региональный центр-выставку, где бы презентовались новинки не только Юга России, но и других субъектов страны. Идея хороша, говорят издатели, но в корне сложившуюся ситуацию с книгообменом это не изменит. Нужны более масштабные меры. Сейчас Ассоциация готовит большую аналитическую справку о необходимости создания федеральной государственной сети для президента страны Владимира Путина. Те коммерческие магазины, которые существуют по стране, такой возможности не дают и не дадут, потому что все они настроены все равно на получение прибыли. Книга же это тот товар, то произведение искусства, которое, к сожалению, прибыль не приносит. Поэтому я думаю, что только федеральная сеть, только отношение государства к этому, только помощь на местах позволит книге региональной попасть в центр. Вице-премьер КБР Казим Йонаев отметил, в Кабардино-Балкарии средства, выделяемые местными властями, на книгопечатание, развитие материальной технической базы издательств увеличивается из года в год. Но, увы, здесь не все решает деньги, считает зампредель суббуканского правительства. Сегодня, вы все знаете, есть интернет, телевидение, где-то книга уже немного отстает. Наша задача, чтобы книга опять вернулась на свое такое место, чтобы она могла действовать на личность человека. Поэтому в нашем, относительно правительства, республики, то мы будем принимать все возможные меры, чтобы оказать помощь книгоиздателям. Уже на самом совещании Казим Йонаев приветствовал его участников от имени главы Кабардино-Балкарии и выразил надежду. Итоги форума реально помогут работе на местах. За последние годы в России заметно выросло число книжных издательств и издающих организаций. Резко возрос ассортимент выпускаемой продукции. Но тут есть одна проблема и очень большая. Зачастую книжные магазины отказываются работать с мелкими издательствами, из-за чего очень многие интересные вещи, издаваемые в регионах, не попадают к читателям центральных регионов страны. Необходима проработка гибкой схемы книгоиздания «Регион-центр». Правда, состоявшийся разговор трудно называть оптимистичным. Более 46% населения России сегодня не читают вообще. А над большей частью оставшихся довлеют современные информационные технологии. С сожалению, констатируют книгоиздатели. Шла речь и о тревожной тенденции сокращения проектов, финансируемых за счет местных бюджетов. Поиск вариантов решения накопившихся проблем Ассоциация книгоиздателей России продолжит и завтра. Республика продолжает готовиться к масштабному спортивному событию. Кавказские игры стартуют уже через три дня. В борьбу за победу в национальных видах спорта вступят представители всех регионов Северного Кавказа. Ждет гостей республики и обширная культурная программа. Концерты пройдут на нескольких площадках – в Зеленом театре и на площади Абхазии. Еще накануне здесь начался монтаж национально-этнографических подборий. Самым грандиозным должно стать наше, республиканское, считают в Ургкомитете игр. Сегодня работу сборщиков и ход общей подготовки к фестивалю проинспектировал министр культуры КБР Руслан Фиров. Руководитель ведомства результатами остался доволен. Выразил надежду, что погода не подведет и рассказал о том, что жителей и гостей республики ждет в дни проведения Кавказских игр. Будет открытие на стадионе, затем будет концерт, созданный силами регионов на площади Абхазии. Здесь будет подворье. На площади Абхазии будет закрытие и большой галоконцерт. Так что, если люди наши придут, я думаю, такое бывает не каждый день, они не пожалеют. Инфляция в КБР в августе составила 0,1%. Ровно настолько, как утверждает территориальный орган госстатистики, выросли цены в сравнении с предыдущим месяцем. В августе относительно июля больше всего подорожала мука почти на 4,5%. Далее следует мороженое, но здесь рост, скорее всего, сезонный. В жару за холодное лакомство жители республики платили на 2,4% больше. Примерно настолько же увеличилась стоимость рыбных консервов. Цены на мясо, птицу, масло, сыр и безалкогольные напитки не поднялись выше 1,5% отметки. Молочная продукция, сахар, хлеб и макаронные изделия подорожали на 8,9%. Инфляция же с начала года, по опубликованным сегодня данным Кабардино-Балкария-Стата, составила 6,2%. Правительство Кабардино-Балкарии приняло республиканскую и целевую программу развития водохозяйственного комплекса КБР до 2020 года. Направлена она на гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики, а также защиту от наводнений. Документ разработан Министерством природных ресурсов и экологии КБР. В перечень программных мероприятий включили 19 объектов по строительству и реконструкции сооружений инженерной защиты, 12 объектов по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, а также строительство каскада водохранилищ в Прохладненском районе. На реализацию программы из федерального и республиканского бюджетов планируют выделить свыше 4 миллиардов рублей. В текущем году капремонт гидротехнических сооружений республики обошелся федеральному бюджету в 50 миллионов. В перечень подлежащих капремонту берегоукрепительных сооружений включены работы по левому берегу Малки около селения Сармакова, ремонт берегоукрепительной дамбы на реке Черек по защите Старого Черека и укрепление сооружений на реке Баксан в районе Черной речки. Комиссия Азольского района принимает работы по реконструкции участка дороги Псынодаха-Джинал-Каменоморская. В капитальном ремонте отрезок трасс регионального значения нуждался давно, но начали его только в июле текущего года. Акт приема пока не подписан, а удобства местные жители уже оценили. Расскажет Анна Сурхайханова. Хусейн Пшуков по пешеходному переходу идет и не верит глазам своим в прошлом. Глава сельского поселения Псынодаха, он хорошо помнит, как в годы перестройки дорогу засыпали гравием, да так и оставили. С тех пор только ездить, но и ходить по ней было практически невозможно. Дорога была, я говорю, в плачевном состоянии, с ухабами. Такой дороги, какую мы сейчас видим, какую нам дали, не было тут никогда. Мы гордимся. Эта дорога объездная соединяет сразу пять сел Зольского района. Участок, который требовал капитального ремонта, десятая часть всей трассы регионального значения. За помощью власти муниципалитета не раз обращались. Только в этом году, вне плана, Госкомитет по дорожному хозяйству выделил более 14,5 миллионов рублей. Работы производились в Баксанском ДРСУ. Проверяем объемы выполненных работ и качество выполненных работ. Поэтому по тем моментам, где у нас были замечания, они были предъявлены субботрядной организацией, они его исправляют. Обращаем внимание на толщину асфальтового покрытия, во-первых. Потом на ровность, плоскость. Есть специальная лаборатория, которая находится в Государственном комитете. Они выезжают, они берут пробы образцов и они проверяют качество самого асфальтового покрытия, асфальтобетонной смеси. Помимо капитального ремонта, обустроенные подъездные пути к детскому саду, теперь добираться стало гораздо проще. Гарантия на сохранность асфальтового покрытия подрядчик обещает сроком на 4 года. Анна Сурхайханова, Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести, Кабардино-Балкарева. Сегодня сотрудники Республиканского управления ГИБДД навестили в больницы детей, пострадавших в результате ДТП. В травматологическое отделение они направились в рамках всероссийской акции «Безопасность на дорогах». Подружки Валерия Багнюкова и Даяна Халахоева сегодня вспоминают события того злополучного дня. 20 сентября на углу улиц Осетинской и Королева неожиданно выехавший мопед сбил двух девочек. Одна отделалась ушибами, другой повезло меньше – перелом обеих ног. Инспекторы ГИБДД вручили подарки и еще раз напомнили о правилах дорожного движения. Учебного года у нас пошел в рост ТТП с детьми. За неполные 9 месяцев текущего года на территории Республики произошло 50 дорожно-транспортных происшествий, где 6 детей погибло и 47 получили травмы различной степени тяжести. И сегодня 15 экипажей личного состава управления ГИБДД проводят на улицах Нальчика профилактический рейд под условным названием «Ребенок на дороге». «Не хлебом единым» – фраза, наиболее точно характеризующая героя нашего следующего сюжета. Житель Тернауза Даниал Хаджиев по специальности экономист. Но перспектива считать чужие деньги в каком-нибудь банке его не прельстила. Даниалу куда приятнее тратить свои – на любимую коллекцию. Первую картину он приобрел еще в юности, сегодня его фонд насчитывает более тысячи экземпляров. О финансисте с душой искусствоведа расскажет Фатима Магомедова. В его импровизированной галерее часто звучит музыка. Шопен, Бетховен, Рахманинов, яркая жизнь скромного коллекционера из Тернауза трудно представить в зале, где к нашему приезду отключили свет, а на полу сложены десятки необрамленных работ. С молоду Даниал Хаджиев собирает картины, преимущественно малоизвестных художников. Произведений так много, что складывать их уже некуда. Это не для продажи сделанные картины, это творческие, исключительно творческие работы. Студентом Даниал Хаджиев работал в Эрмитаже, взяли электриком, полученном тогда в Санкт-Петербурге. Специальность сегодня называют недоразумением. Как мод и транжир, осмеется он, может быть, финансистом. Но страсть к живописи осталась. Он продолжает скупать новые работы и наслаждаться искусством, почерк которого пока не успел примелькаться. Копия Айвазовского, еще одна удача коллекционера. Настолько точна, говорит Хаджиев, что впору назвать ее преступлением. Мне досталась эта работа, я ее выкупил у от них. Так она сделана строго пропорционально оригиналу и сантиметров на 10-12 меньше. Только малая часть коллекции украшает стены. Остальные Хаджиев складируют в коридоре и даже работать устроятся с дейшим корреспондентом. Редакция газеты «Эльбрусские новости» предоставила помещение для его получения. А недавно пережил потрясение. Говорит, далеко не первая в своей жизни. Полгода назад здесь случился потоп. Горячей водой были залиты десятки работ. Сегодня Даниил Хаджиев обращается с просьбой к руководству республики выделить ему выставочный зал с условиями хранения, экспонирования, произведений художников советского периода и настоящего времени. В результате потопа повело подрамники. Многие холсты перетянули заново. На реставрацию ушли немалые деньги. Справляется с проблемами Хаджиев самостоятельно. Картин в коллекции говорит больше тысячи. С закрытыми глазами укажет, где какая работа стоит. Помнит детали каждого произведения. Время и день приобретения. Вот моя любимая работа. Кипов, Мухаммед. Чистейшая гармония. Он любит Шагала, Кандинского и Малевича. Слабость испытывает к абстракционизму, в чем видит скрытые смыслы. Неравнодушен к сюрреализму и продолжает сторожить полотна еще неизвестных миру художников, практически переехав в редакцию «Жить». Хатим Магомедов, Аслам Мурзахандохов, Вести, Кабардино-Балкария. И о спорте. Сегодня в рамках 1-16 розыгрыша Кубка России по футболу Нальчикский «Спартак» принимает на своем поле Терек из Грозного. Напомним, соперники красно-белых, возглавляющие на данный момент турнирную таблицу футбольной высшей лиги, в 2004 году уже становились обладателями Кубка страны. По мнению специалистов, роль фаворита на игре грозненцев сказалась в предыдущем матче с локомотивом, где клуб из Чеченской республики пропустил три безответных мяча. «В Кубковом матче со «Спартаком» у нас есть возможность реабилитироваться перед своими болельщиками», заявил в интервью спортивным информагентством главный тренер Грозненцев Станислав Черчесов. Матчи между этими командами всегда проходят в острой борьбе, поэтому предсказать итог сегодняшнего кавказского дерби футбольные аналитики не берутся. Игра начнется на республиканском стадионе «Спартак» в 18.00. Напомним, победитель противостояния в следующем круге встретится с сильнейшим из пары торпедо-армавир «Локомотив». К этому часу у меня все. Снова информация. Я и моя коллега Марина Ярославская ждем вас уже в 19.40. О погоде расскажет Эльмира Беева. А я напоминаю, все новости нашей программы также на сайте вести.кбр.ру. До встречи. Здравствуйте. Под данным информационного агентства «Метеоновости» в предстоящие сутки на территории Республики без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. В Зольском районе воздух прогреется до 25 градусов. А в горах ясная погода. У подножия Эльбруса плюс 16. В Тернаузе тоже без осадков. 20 градусов тепла. В Аксане Чигемии Нардкали солнечная температура в пределах 27-29 градусов. Ясная в Прохладненском и Майском районах плюс 28. В Терском и Лискинском такая же теплая и комфортная погода. Плюс 27-28. Без дождей в Черекском районе около 26 тепла. В Нальчике ясная плюс 24. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»